Основные компоненты, которые у нас поменялись. Если мы так разобьем предварительно на несколько частей, то мы увидим, изменения произошли у нас в самом гипервизоре, появилась чуть лучше у нас масштабированность его, улучшилась у нас безопасность, касается разграничения доступа и подключения к самому ESX-SIM. По объему он остался такой же компактный. Единственное, что BMW, конечно, очень гордится своим небольшим объемом гипервизора, но предупреждаю сразу, есть большая любовь у нее выбрасывать, скажем так, драйвера, которые они считают, уже не поддерживаются. Поэтому вы можете столкнуться с такой интересной ситуацией, когда ставите шестую версию, что дрова, которые у вас были в пятой, соответственно, не видятся в шестой. Решение два. Если у вас, собственно говоря, железо от известных брендов, тот же HP, Dell, IBM и так далее, вы можете взять сборку гипервизора именно от бренда, в нее уже включены все драйвера, либо второй вариант, вы хотите это все сделать вручную, тогда формируйте свой пул драйверов. Предупреждаю, потому что были уже случаи при переходе на шестерку, что некоторые рейтласилы и некоторые сетевые карты не виделись. Так что будьте аккуратны, пожалуйста, проверьте совместимость по списку. По поводу самих виртуальных машин. Немножко поменялся наш подход и взгляд на них. Сделалась у нас совместимость с шестой версией. Мы теперь очень неплохо различаем наше оборудование. По многочисленным просьбам для демонстрации добавили возможность гостевых операционных систем входа без пароля. И очень хорошо проработали механизм общения с нашим процессором и работы с памятью. Это у нас достаточно серьезно поменялось. Так что есть на что посмотреть, есть с чем поработать. По практике могу сказать, что шестерка работает весьма неплохо. По крайней мере, пока таких совсем уже печальных отзывов не было, все достаточно хорошо внедрено. Тем более, как говорится, все ждали апдейта 1. Апдейт 1 прошел. Так что можем спокойно потихоньку обновляться. Что касается самого ватцентра. Ватцентра коснулись, пожалуй, самые большие изменения. Он у нас достаточно сильно поменялся. Разделился на два модуля. Первый это, соответственно, PCS, так называемый платформ, сервис контроллер. Второй это сам висцентр сервер. У них разделился функционал и подход. Плюсы. Появились у нас дополнительные модули связи. В линдмоде мы теперь работаем. Очень хорошо переработан наш appliance. Вариант нашего линдусового сервера. Изменилось несколько все в разделе в Emotion, Heavy Ability и Full Tolerance. Сразу скажу, улучшилась и технология работы, и сама стабильность. Что касается сторежа, здесь, наверное, самые большие изменения. Появилась новая технология Virtual Volume. Она появилась только в шестой версии, только в ней есть. Немного изменился механизм работы репликации. Теперь достаточно стабильно работает и удачно устраивается. И, наверное, самый большой подарок. Велдер сделан с точки зрения Data Protection. Так как, знаете, на сегодняшний день в шестой версии Data Protection стал бесплатным. Бесплатным в обоих версиях. И в обычной, и в адвансовом. Так что, если есть желание получить собственную систему бэкопирования от VMware, добро пожаловать, можем использовать. Итак, основные изменения, которые хотелось коснуться перед тем, как перейдем к самому оперейшену. То, что у нас произошло разделение как раз на два таких направления. Наш контроллер и наш ВЦентр сервер. На сторону контроллера переехали все сервисы, которые занимались нашей аутентификацией. Наш single send-on сервер, сервер лицензий, обзорный и, собственно говоря, сертификаты. Хранилище и сама авторизация. Это все у нас теперь находится на контроллере, не на ВЦентр сервере. Аплианс у нас тоже поменялся. Аплианс теперь полностью стал равным Windows серверу. Пожалуйста, можете использовать либо тот, либо тот. Теперь в своей среде лимиты у них одинаковые. Тысяча хостов и десять тысяч виртуальных машин. Вторая достаточно приятная новость. В режиме связки, в режиме лимки-мод. Теперь безразлично. Если раньше мы это могли делать только с Linux серверами, теперь мы это с легкостью можем делать как между Linux серверами, так и создавать гибридную структуру между Windows серверами. Если люди идут в сервер. Правильно. Милость и много отношения к нашим пластерам. В машинке. Итак, давайте взглянем на следующие изменения, которые коснулись нашей работы. Итак, самый чей? Кластер высокой доступности, что у нас поменялось и что у нас, скажем, принесло изменения. Расширение кластера до 64 хостов и 8000 виртуалов. Дальше что у нас появилось? У нас работает и поддерживается все технологии, которые есть в шестерке. Работаем мы с NetworkIO контролем, работаем мы с Virtual Volume и, соответственно, с новой технологией виртуализации наших сетевых устройств Vue NSX. Также прекрасно работает наша система V-Motion. Что появилось интересного? Появился новый подход, называется защита по компонентам V-MCP. От чего идет защита? Идет защита от падения путей к нашим сториджам. В случае, если у нас упал один из путей, V-MCP переключится на второй. В случае, если у нас погибли все пути, переключимся на запасной сторидж, если у нас есть ему подключение. Из-за этого изменилась немножко настройка самого кластера высокой доступности. Теперь желательно выбирать два сториджа, к которым мы подключены и с которыми мы можем работать. Ну, в принципе, технология, как вы знаете, апробирована временем, так что продолжает оставаться стабильным. Тот, чего много-много ждали. Наш дорогой FullToran стал теперь поддерживать четырехпроцессорные машины до 64 гигабайт памяти. Все остальные плюсы остались вместе с ним. Нулевой простой, нулевая потеря данных, нулевая потеря пакетов. Плюсы есть, встраивается теперь оно в наши структуры, прекрасно работает со всеми моментами. Единственный, пожалуй, минус для некоторых появился в данной технологии. Теперь минимальная скорость доступа 10G. Не один гигабит, как был в версии 5.5, а 10 гигабит. Потому что все-таки четырехпроцессорные машины достаточно тяжелые, поэтому их посложнее перебрасывают. Ну и, соответственно, данный протекшн, о котором говорил, который стал в шестой версии бесплатным, вот такой вот подарок от VMV получился. Он у нас идет, начиная с Essential Kitab, либо выше. Так что, если есть желание, пожалуйста, используйте. Вот, как бы, вкратце, что поменялось. Подробно, честно хочу сказать, полный список изменений насчитывает более 400 изменений. Поэтому, тут, как говорится, надо брать и точечно смотреть, что в каждом из продуктов вышло. Подчеркнул только, скажем так, наиболее значимые изменения, которые произошли. Итак, это поговорили мы, чем мы поменялись 5.5 до 6.0. Но, вернемся теперь же к самому продукту, о котором мы начали разговаривать в самом начале. Итак, наша Operation Manager. Система мониторинга, которая позволяет следить за всем, что у нас есть внутри нашей системы. Давайте на нее взглянем. Как мы можем ее поставить, что мы можем от нее получить и какие отчеты мы можем увидеть. Итак, сама архитектура. Сам Operation Manager входит в состав огромного блока Verialize Operation и представляет один из его модулей. Давайте взглянем на общую структуру. У нас есть целый комплекс, называемый Verialize Operation. Куда входит менеджер, с помощью которого мы можем следить за нашей структурой. Менеджер конфигурации, который позволяет нам настраивать, соответственно, все наши машины внутри нашей общей структуры и приводить их к общему знаменателю. Есть наш Verialize Hyperion, который позволяет следить за запущенными приложениями внутри гостевых операционных систем. И есть навигатор инфраструктуры, который позволяет построить красивую систему. Давайте взглянем, как это выглядит. Итак, модуль Verialize Operation. Как вы видите, он охватывает все, что есть в нашей структуре. Обратите внимание на показатели внизу. Я специально не употребил слово виртуальное, потому что Operation может контролировать всю нашу структуру. Начиная от физических серверов. На Linux, да, один момент. Смена картинки прошла и произошла? Нормально? Сейчас, секундочку. Слайды не обновляются? Момент. Сейчас проверим. Так, вот эта картиночка у нас есть. Вот, теперь поговорим. Спасибо за фидбэк. Давайте взглянем. Внизу у нас есть три наши структуры, о которых мы можем поговорить. Это наша физическая структура, включая сервера на Linux и Windows. Это, соответственно, наши гипервизоры. Все три присутствуют. Xen, Visphere и Hyper-V. Точно так же гипервизоры присутствуют и могут управляться все наши виртуальные структуры. И последнее на закуску оставлено облачное. То есть, основные провайдеры, то есть, сам родное облако VMware vCloud, Amazon и Azure. Все три у нас присутствуют. Пожалуйста, можете внести и мониторить внутри вашей структуры. Sound Operation Manager. Что это такое? Система мониторинга, которая позволяет охватить всю вашу структуру, следить за ней, оценивать ее производительность, объем, который мы используем. Ну и, грубо говоря, здоровье всех наших компонентов, насколько хорошо они себя чувствуют, что мы можем сейчас поменять. Плюсы, конечно, от использования этой системы огромные. Потому что своевременный мониторинг помогает нам избежать множества проблем. Давайте посмотрим. Что такое сам Operation Manager? Он у нас поставляется в трех вариантах. Как установщик для Windows сервера, как установщик для Linux, проверен на Red Hat. И, соответственно, как виртуальный наш appliance, который, в принципе, является самым рекомендованием методом для установки. В виде нашего OVF-образа мы можем его всегда скачать с сайта VMware и развернуть. Рекомендую ставить appliance. Потому что мы получаем решение из коробки, которое только достаточно настроить для работы внутри вашей среды. Никаких, собственно говоря, нареканий за последнее время не вызвал. В отличие, как ни печально, от инсталляции на серверах были некоторые проблемы. Давайте посмотрим на сам процесс инсталляции, что мы можем захватить. Требования к нашей системе, где мы хотим развернуть наш Operation Manager. Вначале убедимся, что у нас есть достаточно вычислительных ресурсов для этой машины. Честно сказать, она достаточно скромная. Два WCPU и 8 гигабайт оперативной памяти. Это то, что она просит под себя. У нас должен присутствовать в системе наш WCenter, с которого мы будем снимать информацию. Он слушает нам основным поставщиком информацию в нашей системе. По самой сети нам нужен зарезервированный IP-адрес, синхронизация по времени, но это уже стандартное требование от VMware, и любой веб-браузер из поддержанных. Официально поддерживается Internet Explorer и Mozilla Firefox, но, собственно говоря, многие работают в Chrome и не жалуются. Давайте посмотрим на сам процесс разворота и инсталляции. Мы можем выкачать наш файл и, соответственно, развернуть его в нашей системе в виртуальную машину, которая внесет уже в себе наш Operation Manager. У нас есть четыре варианта инсталляции. Раньше у нас было всего три. Маленькая, средняя и большая. По многочисленным просьбам, ну и, собственно говоря, для развития продукта, у Operation Manager была добавлена еще одна инсталляция, Extra Small, очень-очень маленькая, для небольших структур, которые включают 3-10 хостов. Нам нужен еще WebCenter, с которым мы будем связываться, Data Storage, где мы можем расположить наш appliance, ну и, соответственно, сеть, через которую подключаемся. После включения мы забираем его в структуру и настраиваем. Давайте посмотрим на этап инсталляции. У нас есть три варианта инсталляции. Первый вариант, который мы более часто используем, это экспресс-инсталляция. Мы хотим сделать одну единственную установку нашего Operation Manager. Он у нас будет в единственных системе, поэтому мы просто его разворачиваем по умолчанию со всеми загрузками, подключаемся к нему и делаем последующий настройок. Если же у нас структура очень-очень большая, и мы понимаем, что один Operation Manager с нагрузкой не справится, мы разделяем нагрузку на наши сервера. В этом случае мы ставим как новую инсталляцию первый Operation Manager и даем ему роль мастера, а потом в последующей инсталляции подключаем к этому мастеру, уже выдавая роль дата-центра, хранилища логов и так далее. В этом случае это будет распределенная инсталляция с одной мастер-нодой и последующими подключены на другую сервера. Можете воспользоваться либо тем, либо тем вариантом. Скажу сразу, первый вариант экспресс-инсталляции самый, пожалуй, оптимальный, редко, когда встречается система, которую Operation Manager не может обслуживать. Скажу сразу, один Operation Manager с успехом обслуживает до 8000 виртуальных машин, так что, в принципе, запаса хватает. Что мы делаем при нашей инсталляции? Мы обязательно указываем пароль для нашего администратора, который будет управлять Operation Manager, сертификаты подкладываем, если у нас есть система сертификации и будет она дальше использоваться. Называем имя ноды, которую мы устанавливаем и, соответственно, настройки нашего HTTP сервера, к чему мы будем подключаться и с чем мы будем работать. Если все прошло удачно, мы увидим вот такую вот картинку. Как видите, у нас установлен один Operation Manager, ему выделена роль мастера, соответственно, в данный момент он выключен и ждет своего включения. Это вид административной консоли, с помощью которой мы можем управлять нашими серверами и, соответственно, смотреть их состояние. Здесь выполняются только функции администрирования. Это отдельные моды. Вот второй вариант, чтобы показать для сравнения. Мы поняли, что у нас большая структура. Первый сервер у нас установлен в виде мастера, второй установлен в виде даты, на котором хранятся наши данные, он служит вообще хранилищем всей по массе, которую мы собрали в нашей системе, по нашей дополнительной работе. Все это можно посмотреть в разделе администрирования. Если инсталляция прошла успешно, кроме администрирования, у нас еще доступен общий интерфейс, через который мы и заходим. По умолчанию пользователь у нас админ, не администратор. Обратите внимание на это изведение. Ну и, собственно говоря, пароль, который вы задали при инсталляции. Дальше вы можете выбрать новый разворот и либо ввести лицензионный ключ, либо согласиться на использование в демонстрационном режиме. 60 дней вам доступно. Пожалуйста, можете пользоваться, оценивать. Что мы обязательно делаем после того, как развернули в центр сервера? Это обязательные пункты, которые вы должны выполнить. Мы подключаем первым делом так называемое решение. То есть мы говорим, что мы хотим подключиться к нашим эстерам. И указываем, к чему мы подключаемся. Решений может быть несколько. По умолчанию предоставляется только одно от самой VMware для подключения к нашему вцентру. Сюда же вы можете загрузить остальные решения, которые предоставляются чаще всего вендерами, и напрямую получать информацию с наших систем хранения данных и с сетевых интерфейсов. Давайте посмотрим на настройку. Первое, что мы указываем. Имя сервера, к которому мы подключаемся, наш вцентр. И, соответственно, пользователя, которому мы дали права на подключение и снятие информации для нашего вцентра. Дальше мы говорим, что мы хотим проверить это подключение, и будет включен данный коллектор. Раз мы включили уже наш коллектор, произошел сбор данных, и обратите внимание на два пункта, которые у нас есть. У нас есть два адаптера. Вцентр адаптер и вцентр питон экшн адаптер. В чем между ними разница? Первый используется только для сбора информации. Он собирает всю информацию с нашего вцентра и укладывает в банк. Второй позволяет нам делать определенные действия с нашими виртуальными инструментами. Прямо из оперейшн-менеджера их настраивать, изменять, запускать, выключать, либо в крайнем случае просто перейти уже в управляющий вцентр и с ним работать. Так что, если хотите просто систему мониторинга, можете установить один тип адаптера, самый первый. Если же хотите полноценно работать, уже устанавливайте вместе с питоном и пользуйтесь всеми возможностями. Последним этапом мы собираем наши команды. Как это будет происходить, какие объекты мы будем отображать в нашей системе и как будем ее использовать. Здесь вариантов два. Если вы хорошо знаете свою систему, можете подобрать под нее параметры уже с точки зрения своей, как администратора. Если вы не уверены, можете оставить все по умолчанию и потом в процессе работы уже перенастроить под себя. И тот и тот путь имеет право на жизнь. Можете спокойно это делать. Если все прошло хорошо, мы собрали команды, подключили наши адаптеры, то в разделе мы увидим вот такую вот картинку. У нас включенные адаптеры, из которых идет получение данных. Идет сбор коллектив. И отсылаются обратно данные, с помощью которых мы управляем и общаемся с нашей системой. Видите, все зеленое, все хорошо, все у нас получилось. Дальше переходим к конфигурированию политики. Есть базовая политика, которая у нас предложена по умолчанию от ВНБ. Можем с ней работать, ну и соответственно пользоваться и задействовать в нашей системе. Если хотите создать свою собственную политику, можете создать ее с нуля, а можете создать на основании шаблона. И использовать так далее в своей работе. После того, как мы провели вот эту всю инсталляцию, проверили, что у нас есть подключение, мы можем подключить дополнительных локальных пользователей, разделить между ними права, либо подключиться к нашему лдаб-домену и забрать пользователей оттуда. На ваш выбор. Если хотите, можем конфигурировать дополнительную политику. После этого система готова к работе. Зайти в систему мы можем двумя методами. Первый метод мы пишем соответственно адрес, либо FTDN, нашего Operation Manager, и через косую добавляем admin. В этом случае мы попадаем в интерфейс администрирования, где мы можем посмотреть, какие ноты у нас установлены, как они соединены, и что мы с ними можем делать. Второй, это интерфейс пользователя, в который истекаются все наши данные, с которыми мы работаем, которые мы анализируем. Ну, собственно говоря, ради чего мы ставили Operation Manager. Вот наши два входа. Чаще всего мы будем пользоваться вторым, обычным входом анализа, через который заходят все наши операторы, нашего менеджера. Итак, наша домашняя страничка. Выглядит она вот так. У нас есть волшебная кнопочка вернуться назад, есть панель навигации, и соответственно переходы. Домашняя страница уникальна. На ней показано состояние всей нашей системы. Это единственное место, где она выглядит. Логика работы с Operation Manager очень простая. Она такая же, как и у веб-клиента. Слева мы выбираем какой-то элемент, и, соответственно, справа получаем связанные с ним таблицы. Как вы видите, у нас есть три основные вкладки. Это здоровье, риски и эффективность работы нашей системы. Соответственно, здоровье нашей системы – это то, что мы запустили, и то, за чем мы следили. Все ли у нас хорошо, все ли у нас достаточно работает, всего ли нам хватает. Риски – это сработавшие алармы, когда мы перешли за граничные значения, и, соответственно, надо что-то изменить, и требует нашего немедленного внимания. И последний, наверное, самый интересный показатель – это эффективность работы нашей системы. Насколько хорошо мы ее оптимизировали, и как мы можем с ней пообщаться. Показатель достаточно интересный, потому что вот здесь как раз и показывается, насколько хорошо мы собрали нашу систему, правильно ли мы поставили все наши машины, хороша ли плотность расположения. В общем, параметр очень хороший, виден практически единственное только здесь, потому что так нам придется его высчитывать по формуле. Все меню интерактивные. То есть вот то, что у нас по здоровьям разделено на квадратики, как вы видите, разных цветов, это модули, на которые мы можем перейти прямо на проблемный модуль и посмотреть, что же, собственно говоря, нам мешает. Давайте посмотрим поближе на наши меню. Основные четыре направления. Вернуться домой, на нашу заглавную страницу с общей информацией. Перейти в меню, собственно говоря, всех наших тревог. Алерты создаются в системе как вручную, так и можете использовать уже предустановленный набор, если вам его хватает, вы можете бы не установить. Давайте посмотрим отдельно в пунктах меню, что за каждым из них прячется. Итак, наша домашняя страница. Страница, на которой полностью видна информация. Кроме самой информации, как мы видим, у нас видны приоритетные задачи, на которые стоит в первую очередь обратить внимание. Это касается как раз рекомендаций по исправлению тех проблем, которые есть внутри нашей системы. Как вы видите, вот идет целый список рекомендаций по исправлению по здоровью. Система у нас не в лучшем состоянии. Также рекомендации по уменьшению рисков и по эффективности нашей работы. Можем перейти по любой из рекомендаций и посмотреть, какого объекта она касается и что рекомендует ВИУВ в данном случае. Отдельно стоит коснуться такого замечательного меню, как показатель по нашим датчикам. Наши дешборды, наши датчики. Вещь очень интересная. Это целое собрание показаний, которые тут же оценивают наш пластик. Причем оценивать он начинает с первых минут нашей работы. И, соответственно, кроме того, что он оценивает, он вам показывает так называемых лидеров. Самые загруженные хосты, самые тяжело нагруженные виртуальные машины и так далее. Эти датчики есть предустановленный набор от ВИУВ. Также, как и со всем остальным, мы можем сами создать свой собственный набор датчиков, либо поменять что-то из них, сделав только для себя. Рекомендации у нас выводятся в нескольких вариантах. Как вы видите, все рекомендации у нас собраны, что касается всей структуры на домашней странице. Также рекомендации у нас выходят на каждый объект системы, который мы используем. То есть мы можем выбрать какую-то виртуальную машину и посмотреть рекомендации именно в разрезе при видимом окне. Давайте посмотрим на наши дешборды поближе. Итак, три наших основных дешборда, с которыми мы работаем. Это наше здоровье, риск и эффективность. То есть как раз мы видим момент, что у нас не работает. Можем выделить любой из неработающих элементов, перейти к нему и, соответственно, разобраться, что же помешало его работе. Основное, на что напирает ВИУВ, расхваливая свою систему, честно сказать, достаточно заслуженно, это ее наглядность. Вы заходите и тут же видите, что у вас произошло. Благодаря этому можете весьма эффективно с этим работать. Давайте посмотрим на внутренние вкладки. Мы уже выделили какой-то из объектов. Не имеет значения, что это будет наш кластер, это будет, соответственно, наша работа. Секундочку. Либо это будет загрузка по какой-то из наших машин. В данном случае мы рассматриваем кластер. Мы выделили кластер. И можем посмотреть. Посмотрите на наши вкладки. У нас есть рекомендации, мы сейчас от них ушли. И сейчас мы рассматриваем наш кластер в разрезе хостов. Мы видим самые нагруженные хосты по процессорам, самые нагруженные хосты по памяти. Выделив следующие вкладки, мы увидим в общей картине наши виртуальные машины, которые разделены по всем нашим загрузкам в основных четырем направлениях. Это диск, сеть, процессор и память. Сразу можем определять узкие места в системе и исправлять. Здесь достаточно удобно. Все вот эти дашборды, которые мы создаем, мы можем создать вручную с нуля. Можем отредактировать уже существующие. Можем их просто удалить из меню, если мы считаем, что они не нужны. Либо просто удалить и больше никогда к нигде возвращаться. Либо пересортировать и выдвинуть так, как удобно нам. В принципе, система очень гибкая, позволяет переделать все под себя. Так что, как говорится, пользуйтесь и наслаждайтесь. Что еще у нас есть? Есть отдельная у нас вкладка наших алертов, наши ошибки, которые мы создаем. Соответственно, есть база, которая уже предложила ВМВ с определенными граничными значениями. Можем их отредактировать. Параллельно с этим мы можем создать свои собственные алерты. Разместив их, как видите, в трех наших основных направлениях. Это будет здоровье, риски или эффективность работы системы. Помогает очень сильно, потому что фактически, основываясь на этих наших предупреждениях, мы можем быстро и эффективно реагировать на изменения в системе. И наши объекты. Объекты, с которыми мы работаем. Надо же где-то на них посмотреть. Схема достаточно простая. Можем посмотреть в разрезе хостов и кластеров. Можем посмотреть в разрезе сети. Можем посмотреть в разрезе систем хранения данных. Отдельно находится вкладка сами кластеры, именно Operation Manager, то есть с которыми мы работаем. И, соответственно, все объекты, которые мы используем. Выбираем любой из объектов, передвигаемся по дереву и видим связанные с ним объекты. Вещь достаточно удобная, так как у нас за счет древовидной структуры видим, кто с кем связан и что, собственно говоря, нас связывает здесь. Вот развернутый вид. У нас есть верхний элемент системы, это наш V-центр. Соответственно, потом идет дата-центр, либо несколько дата-центров. Собранные кластера, подключенные к ним ESXi хосты. На них уже расположены виртуальные машины. И вот такая классическая древовидная структура представлена у нас в нашем Operation Manager, и по ней вы можете передвигаться. Сюда попадают все V-центры, которые вы подключили, и за которыми вы доверили следить нашему Operation Manager. В таких V-центрах может быть один, может быть два, может быть несколько. То есть, тут только выбираете вы, насколько сложна у вас структура. Ну и, соответственно, иерархия наших объектов. Можем выделить наш объект, можем увидеть связанные с ним объекты, вот, к примеру, как с нашим ESXi хостом, связаны виртуальные машины и связан наш распределенный свитер. И, перемещаясь по этим объектам, можем получить о них информацию. Достаточно удобно, в принципе, дружелюбно к пользователю, запутаться вряд ли здесь получится. И, обратите внимание, как поменялось у нас верхнее меню. В данный момент мы рассматриваем одну виртуальную машину. Мы выбрали одну виртуальную машину и хотим получить информацию только по ней. Как вы видите, мы можем получить общую информацию. На вкладке Summary мы видим состояние здоровья нашей виртуальной машины, риски, если у нас сейчас есть какие-то сработавшие значения, и эффективность, насколько мы ее хорошо используем. Дальше. Мы видим все предупреждения, которые с ней связаны. Аналитику по этой машине. Можем вытащить информацию. Где она находится, что нам предлагается сделать по решению проблем. И последнее, пожалуй, самое полезное. Вкладка – это отчеты. В шестой версии отчеты мы можем формировать самостоятельно. Есть предустановленный набор отчетов, достаточно красивый. Ну, плюс к этому мы можем сформировать свой собственный отчет и поработать с ним. Достаточно удобная и гибкая система, так что, прошу пользоваться, есть мысль. Вкладка, собственно говоря, окружение. Очень удобно, когда мы выделим, какой-то, вот в данный момент, мы находимся на хосте ESXi-01, и хотим посмотреть, что его связывает с остальными элементами в нашей структуре. Мы видим родительский объект, это кластер, в который подключен наш хост. И видим объекты, которые лежат ниже. Это виртуальные машины и дата сториджи, подключенные к нашему ESXi-хосту. Видите, достаточно наглядная картинка, которая, собственно говоря, показывает нашу работу. Ну и, соответственно, последняя наша вкладка, это вкладка контента. Тут и осуществляются все наши настройки. Здесь осуществляются настройки наших датчиков, здесь осуществляются все виды, как мы располагаем наши иконки, как они будут у нас отображаться. Тут же появляются все наши отчеты, если мы хотим это сделать. Симптомы, на которые ориентируется система, как предложенные самой системой, так и созданные нами. И рекомендации по исправлению ошибок. Рекомендации есть уже вложенные в систему, плюс вы можете создать свою собственную рекомендацию, если считаете, что она будет лучше отображать ситуацию. И последний элемент, который у нас остался в меню, это страничка администрирования. Здесь мы можем как раз посмотреть на все функции нашего Operation Manager, посмотреть на его лицензию, посмотреть, кому какие права мы выдали, ну и, соответственно, подключить пользователей и распределиться, кто куда подключается. Здесь же находятся глобальные установки, которые касаются самого Operation Manager и связь с поддержкой, куда мы отправляем какие-то вопросы. Вот, собственно говоря, вкратце наша система. Что я предлагаю сейчас? Давайте я переключусь на наш демонстрационный стенд и посмотрим, как это выглядит в жизни. Потому что слайды это одно, а система это немножечко другое. У нас есть демонстрация работы нашей системы. Это срез с рабочих серверов за февраль этого года. Система достаточно нагружена. Давайте посмотрим, как она у нас выглядит. Выглядим, начнем с самого начала. Наша домашняя страница, то, о чем рассказывали. Три наших направления, вот вы видите проблемные объекты. Допустим, мы хотим посмотреть, что вот это за объект. Выделив его и щелкнув один раз, мы соответственно видим связанные с ним объекты, где он находится. Это кластер, подключенные к нему дата сториджи, ESXi хосты и общее название нашего пула. Если мы хотим напрямую посмотреть, что плохого случилось с этим объектом структуры, дважды щелкаем на него и проваливаемся внутрь структуры, попадая прямо на объект. Как мы видим, это виртуальная машина. У нее проблемы по работе с памятью. Вот мы видим, что у нас по здоровью. У нас получается память идет в баллонинг или в сволк. Соответственно, доходит до граничных значений и ВМВ предлагает что-то с этим сделать. Давайте посмотрим, что предложит ВМВ. Так как система мониторинга, она собирает всю информацию, тут же нам показывает, что симптомы дошли до критического левела, перешли через граничную точку. И поэтому предлагается нам самое простое решение, чтобы на узлы добавить резерв памяти для этой виртуальной машины, для того, чтобы избежать баллонинга или слопинга. То есть, когда наша машина не будет уже требовать места под себя. Это основная рекомендация, которую я предложила ВМВ. Но, как вы видите, есть и альтернативные рекомендации. Давайте посмотрим, что она нам предложит. Второй вариант. Если мы не можем изменить резервирование, нам предлагается мигрировать данную машину на другой хостель и кластер, где у нас больше ресурсов, и, соответственно, где мы не будем вот так эффективно проедать. Как видите, система очень дружелюбно помогает вам, кроме того, что определить проблему, еще и тут же предлагает методы ее решения. Но давайте вернемся домой и посмотрим, как выглядит вся наша структура на сегодняшний момент. Это общий вид структуры. Соответственно, в разрезе по хостам, то есть какие хосты у нас сейчас наиболее нагружены и, соответственно, что нас больше всего отвлекает. У нас есть загрузка по процессору, загрузка по памяти, загрузка по дисковому ресурсу и загрузка по сети. Четыре наших основополагающих момента. Тут же для вас специально сделана выборка по хостам, кто является лидером в каждом из забегов. Кто больше всего поедает память и кто больше всего поедает процессор как ресурс. Если мы хотим оценить нашу структуру либо выделить какой-то объект, мы открываем список всех объектов, которые у нас находятся. И как раз давайте взглянем на наш MIS-FIA-LOD. здесь находятся все наши общие объекты и работа с ними. Если мы хотим увидеть это в разрезе наших привычных хостам-кластеров, давайте перейдем и посмотрим на данную картинку. Итак, наша схема. У нас в схеме есть два вцентра. В каждом из них у нас создано по дата-центру, в каждом есть у нас по кластеру. Соответственно, полностью развернув схему, можем вот так передвигаться по ней и выбирать любой из объектов. Выбрав, к примеру, ERSI-XI-HOST, мы тут же получим информацию по нему, его здоровье на сегодняшний момент, риски, которым он подвержен и эффективность его использования. Как видите, схема очень и очень удобная. Давайте посмотрим еще на дополнительный момент. Предупреждение. У нас пока сработало только одно предупреждение. Рекомендуется изменить наши параметры. Если мы взглянем на аналитику, то вот здесь мы как раз увидим, пожалуй, самое интересное. Загрузка, которая у нас идет. Можем выбрать дополнительную аналитику в каком-то разрезе, если мы хотим посмотреть по памяти либо по нагрузке. А дальше начинаем смотреть плотность использования машин, что у нас вообще есть с нашим хостом и что на нем расположено. Если хотим посмотреть схему, смотрим нашу вкладку вложения и переходим на наши карты. Тут же сейчас нам будет нарисована карта, с чем связан наш хост. Мы видим наш хост, ведь он принадлежит к кластеру А, расположенные на нем виртуальные машины и подключены к нему дата сториджи. И мы примерно понимаем, что мы можем увидеть и что мы можем посмотреть именно касаемо нашего ESXi хоста. Если появилось желание создать какой-то отчетик, у нас есть предустановленные отчеты, как видите, около 30 отчетов именно в разрезе данного хоста. и можем какой-то из них сделать. Вот давайте к примеру сделаем по использованию по использованию а вот цепую репорку. Мы выбираем отчет, который мы хотим запустить и запускаем генерацию нашего отчета. Отчет создается достаточно быстро, ведь он уже у нас сгенерирован. Все сгенерированные отчеты проявляются у нас вот в этой вкладке. Отчет сразу доступен в PDF или в CSV. Давайте посмотрим нашу вкладочку по PDF. Сразу откроем и видим вот такой отчет. Первая страница отчета меняется. Вы можете сами его назвать, рассказать как он у вас сделан. Также меняется то, что вы хотите отобразить здесь. Мы сделали в разрезе только inventory по ЦПУ наших загруженных машин. И вот у вас отчет по вашим машинкам. Соответственно машина, имя машины, которая сюда попала, имя политики, которая у нас применена к нашей среде, и использование нашего процессора. Вот такой вот красивый отчет в разрезе виртуальных машин на нашем ESX офисе. Как видите, все просто и достаточно эффективно. Отчеты можете формировать самостоятельно. Ну, это, пожалуй, такие наиболее интересные моменты. С удовольствием послушаю ваши вопросы. Если что-то хотите узнать дополнительно, давайте посмотрим. Система перед вами. коллеги, если у вас будут возникать вопросы, вы, пожалуйста, пишите в чат, или вы можете написать в чат, что хотели бы голосом задать вопрос, и мы включим вам микрофон, и вы сможете отсудить в режиме общения и с Александром текущие вопросы. Минимальное количество ватс-центров один. Один ватс-центр это достаточно для того, чтобы работать. Один оперейшн-менеджер для него достаточно одного ватс-центра, а внутри структуры тут все равно, у вас там хоть два хоста может быть, ему главное, чтобы ватс-центр был для подключения. А вот можем сейчас посмотреть, сразу могу показать. Вот видите наша общая структура, вот у нас включен наш мастер, вот он один-единственный работает, и к нему подключены, но в данном случае два ватс-центра, но с тем же успехом мы можем подключить один-единственный и работать только с ним. Я еще хотела добавить, если у вас будет пожелание получить трайл-версию решения весом и у себя развернуть это испытать, пожалуйста, сегодня в ответ по завершению онлайн-сессии мы отправим и презентацию и запись сессии. Вы можете в ответ написать ваш запрос и мы примем его в работу и менеджеры наши свяжутся с вами и предоставят все необходимое для того, чтобы это испытать у себя. Спасибо.